Здравствуйте, дорогие слушатели! У микрофона актёр Костя Суханов. Помогает мне сегодня любимая супруга Майя Суханова. И у нас для вас отличные новости. Сегодня нам выпала уникальная возможность услышать продолжение книги «Казак на Аляске» замечательного писателя, историка Вадима Силантьева. Это не сухая историческая книга. Это настоящие приключения. Приключения сибирского казака Бузы, основанное на реальных исторических событиях. Настоятельно рекомендуется послушать первую часть, прежде чем приступать к этой. Она есть на всех моих официальных ресурсах. На Ютубе, Телеграм, в группах ВКонтакте и в Одноклассниках. На самых популярных сайтах аудиокниг «Книга в ухе» и «Акнига.орг». Аудиокнига так и называется «Казак на Аляске». Можно поступить еще проще. В Яндексе забить аудиокнига «Казак на Аляске» читает Костя Суханов. Все найдется непременно. Ну что ж, отправляемся в Русскую Америку. Навстречу приключениям. Вадим Александрович Силантьев Серия из истории Русской Америки «Казак на Аляске-2» Или авторское название «Дионисевский редот» События, описанные в повествовании, происходили в действительности. Многие имена действующих лиц настоящие, как и название поселений и кораблей. Подтверждение можно найти в архивных и не только документах о Русской Америке. Глава первая Июнь, 1840 год, Устье реки Стахин Ози, распятого на кресте Спасителя, Дмитрий Буза погружался в океанскую пучину. Руки раскинуты в стороны, ноги в тяжелых сапогах сомкнуты и тянуты вниз. Толща серо-зеленоватой океанской воды над головой с каждым мгновением все больше и больше. Солнечный свет ее уже едва пробивал. Горькие соленые воды мощными тисками сдавливают грудь. Вось бы глоточек живительного воздуха. Плавное падение в жестокую и безразличную, чудовищную и безмолвную бездну. Вдруг зеленоватые сумерки разорвал крик еля. — Тятька, тятька, не уходи! Мальчик тряска заказа, влажный от холодного пота плечи, удерживая в реальном мире. — Тятенька! Тяжело раненый Дмитрий, два дня метавшийся в предсмертном бреду, очнулся. С огромным трудом Буза открыл глаза, мутным взглядом нашел семилетнего мальчишку. — Ты что, сынка, не пужайся! Едва сглотнув пересохшим горлом, тихо прохрепел. — Живой я! Буза лежал на широком самодельном супружеском ложе. В жилой половине типичной добротной русской избы с низким потолком, большой каменной с лежанкой печью и со скрипучими дощатыми полами. Правда, на стенах, как ковры, растянуты медвежьи шкуры. Этот дом на территории торгового поста Рак достался семье Дмитрия от прежних хозяев, которые, по истечении контракта с администрацией Русской Америки, вернулись в Россию. Рядом стояли сынишка Ель, супруга Василиса, в недавнем прошлом люты звали ее весеннее облачко, и один из анкао, вождей стахинцев, местных таллинкитов, и индианка Кутханга с пятилетней девочкой своей ученицей. Буза с силой выдохнул, потряс головой, приходя в себя. Наши уплыли? Да, да, Дмитрий. Отозвалась Василиса. Море, море, спокойно. Казак пристально посмотрел на жену. Спокойно. Без бед дойдет наш корабль до Ного Архангельска. Англичане заявились? Да, Дмитрий. Отвечала супруга. Ты-то почему так сильно расхворался? Если бы не растирание Кутханги, ушел бы ты от нас в страну вечной охоты. А мы с Эрикой тогда как без тебя? Звеняй, Жиленка. Буза на мгновение прикрыл глаза. То штор он меня подломил. Но теперь еще все. Очухаюсь, сама увидишь. Опять же, с надобья Кутханги меня уберегают. Казак снова открыл глаза. Не без усилия нашел уже более просветлевшую взглядом индианку. Сказал по-тлинкидски. Спасибо тебе, мудрая Кутханга. Должник я твой вечный. Всегда меня вручаешь. Выздоравливай. Только и ответила женщина-вождь. Кутханга была крупной, коренастой, на лицо малопривлекательной. Но окрестные индейцы считали ее лучшим знахарем, почти шаманкой и очень умным человеком. Поэтому лет пятнадцать назад, или чуть меньше, стахинцы провозгласили ее своим вождем. Примечание. Атлен-Анкао. Тлинкидское слово. Верховный главный вождь. Шейкс. В других документах Шекш. Был главным вождем тринкидского племени стахинцев. Дианка повернула голову к матери с сыном. Василя. Так она и сказала имя весьма симпатичной Людки. Дай своему мужу выпить мой отвар и пусть спит. Проснется? Опять разотрешь мазями. Дмитрий сильный человек. Хэйкакха. Воин. Пройдет луна и он встанет. А к зиме совсем оправится. Примечание. Луна. Так многие народы называли календарный месяц. Анкао уже собралась уходить, но вдруг задержалась. Глядя в глаза Дмитрию с легкой улыбкой, Кудханга произнесла. Братья-рыси ушли из нашего селения. Голубый пост Дионисийский редут, самый южный населенный пункт российских колоний на Аляске, стоял в устье реки Стахин. Его в 1833 году основал и первые месяцы возглавлял морской лейтенант Дионисий Федорович Зарембо. Человек целеустремленный, храбрый, настоящий патриот России и Русской Америки. К этому времени янки, и особенно англичане из компании Гудзонова залива КГЗ, сильно теснили россиян на северо-западе Северной Америки. По договорам 1823 года, 1825 года и ряда последующих, владения Российской империей на юге Аляски ужимались до 30-километровой полосы вдоль побережья. Тот русский торговый пост представлял из себя хорошо укрепленный форт «Редут». Стены из толстых бревен, две в противоположных углах, по диагонали, сторожевые башни в каждой по три орудия малого калибра. В «Редуте» размещался дом правителя, он же приказчик или байдарщик с конторой, казарма для служащих, их было аж дюжина, мастерская плотника, очень достойная кузница, склады для пушнин и прочих припасов, лавка для торговли с индейцами и, конечно же, баня. За крепостной стеной располагалась слобода из пяти бревенчатых русских изб с огородами-заплетнями. Тут жили семейные россияне. Почти на самом берегу моря стояло селение тлинкитов, стахинцев, больше десятка длинных домов, построенных из толстых досок. Вокруг — горы, рековые хвойные леса и океан, со множеством больших и крохотных островов у побережья. Буза с семейством прибыл сюда в 1837-м на должность помощника приказчика. К 40-му году у здешнего приказчика заканчивался контракт с РАК — российско-американская компания, полугосударственная колониальная торговая компания, управляющая Русской Америкой. И тот, невзирая на уговоры, собирался покинуть Америку. А Дмитрий, переняв за время совместной работы надлежащий опыт, должен был возглавить торговый пост. Выхлопотал для нашего героя эту должность священник, отец Иннокентий Вениаминов, с 1834 года служивший в столице российских колоний Новоархангельске. Для Бузы это было повышение. Однако у администрации РАК имелась еще одна причина — убрать бравого десятника с северных Иллиутских островов. Жалобы на него американских и британских китобоев браконьеры апеллировали к правителю Русской Америки, сеттая на то, что служащий РАК сибирский дворянин Бузан затрудняет им добычу, поясняя хищническую китов в российских водах. А так как император Александр I еще с 1823 года позволил англосаксам китобойные промыслы в водах подли Аляски, и юридически они были правы. Опять же Буза за время своей службы на острове Уналашка арестовал за браконьерство шесть англосакских шхун, да еще одну сжег. Заказание сопротивления. Чиновники компании, конечно, указывали на браконьерство иностранных кляузников и притеснение, чинимое ими Алиутом, но, чтобы не обострять противоречия, вынуждены были убрать с островов честно исполнявшего свой служебный долг Дмитрия. Не без старания отца Иннокентия, справедливо высоко оценивающего своего давнего знакомца, в 1838-м за усердную службу на Северных островах был награжден десятник Буза, потомок казака-землепроходца Елисея Бузы, солдатским Георгиевским крестом. Примечание. Елисей Буза, казачий десятник, в 30-е и 40-е годы 17 века исследовал и осваивал русло реки Ленны и побережье Северного Ледовитого океана. В 1837 году отец Иннокентий отправился в Дионисевский редут, где он в первый раз за недолгую историю форта должен был совершить божественную литургию. Вместе с ним на новое место службы и прибыл наш бравый герой. Глава 2. Октябрь 1837 год Собственно, не успел Дмитрий Буза ступить на землю нового места службы, как с низка уважения таллинкитов, стахинцев. Случилось это так. Встречать русский корабль вышло на берег все население Дионисевского редута. И служащий Рак, с семьями, у кого они имелись, и индейцы. Встречающие стояли двумя группами. Чуть впереди россияне, среди которых было больше половины метисов-креолов. Чуть в стороне все население поселка таллинкитов. Центрем и немного впереди два главных вождя Тайона — мужчина и женщина. В своеобразных головных уборах из перьев. Эти уборы мало походили на роскошные орлиные солнечные головные уборы пририйных индейцев. Проще говоря, головные повязки с закрепленными в них перьями средней величины. У мужчины — повязка из расшитого бисером тяжелого красного бархата. У женщины — из белого меха. Оба вождя, их имена Шейкс и Кудханга, кутались в белые домотканные плащи-накидки, изукрашенные замысловатыми орнаментами. Трудно на глазок определить возраст вождей. Они точно люди немолодые. Шейкс намерил уже лет шестьдесят жизни. Кудханге как минимум перевалило за сорок пять. Рядом с тайонами воины, некоторые из которых для солидности облачились в деревянные доспехи и взяли ружья, чаще английского производства. За их спинами сначала уважаемые старики и старейшины, а уж потом женщины с детишками. Всего в общей толпе встречающих насчитывалось около семи сотен человек. Примечание. Деревянные доспехи. Многие прибрежные племена Аляски изготовляли добротные деревянные доспехи, подобие керасы, которые даже пули не всегда пробивали. К слову, аборигенные племена крайнего северо-востока Сибири тоже изготовляли подобные доспехи. Погода в этот день задалась хорошая. Почти тепло, солнце, лазурное небо, спокойный, как дремлющий океан. Радостные и доброжелательные лица. Маленькая девочка, индианка годков двух, отделилась от толпы туземцев и побежала за крабом, стараясь его поймать. Мать ребенка неторопливо пошла за ней. В этот миг с неба, точнее, как-то сбоку, обрушился крупный молодой орел. Ищник схватил девчушку, одетую в примитивную короткую рубаху, и попытался ее унести. Смуглая мамаша с немаленьким деревянным диском в нижней губе, увидев произошедшее в страхе, обмерла, превратившись в некое серокожее извояние. В этот момент Дмитрия вместе с семейством супруга и чада матросы перевозили на шлюпки к берегу. Казак пристально оглядывал встречающих и тоже вздрогнул, увидев дерзкую выходку орла. Раздумывал он буквально секунду. Скинув свое капсульное ружье, казак послал пулю над головой хищной птицы. Десятник рассчитал верно. Свист пули испугал молодого орла. Тот выпустил добычу. Девочка, не успев даже толком осознать происходящее, маленькая же, полюхнулась на песок с высоты полторы-две сажения, ничего себе не повредив. А дерзкий орел, сманеврировав к лесу, скрылся. Толпа восторженно загудела, оценив своевременный выстрел приезжего. Свезло, после объяснял Дмитрий Василиси. Я и целил много выше орла. Рассчитывал на его испуг. Ах, а ежели бы крылатый гаденыш не испужался. Примечание. Капсульное оружие было много надежнее кремниевого. Отличалось от него устройством ударного замка, изобретенного в начале девятнадцатого века. К сороковым годам того столетия капсульное оружие очень мощно потеснило кремниевое. Голова третья Нашему сибирскому дворянину, он же Дмитрий Бузан, к моменту прибытия в Дионисийский редут шел сорок четвертый год. Он заматерел, малость погрузнел, отрастил покладистую бородку, которую систематически аккуратно подравнивала ему супруга. Кожа лица и рук у него настолько задубела, что стала такой же смуглой, как и у индейцев. Ранняя седина украсила виски. Многие отзывались о нем. Дескать, «Видный муж». Буза весьма быстро освоил свои новые обязанности. Главное — научиться торговать и вести учетные книги движения товаров. Получено, продано, чего и скольки находятся на складах. «Спасибо отцу Иннокентию, что поднатаскал меня в чтении до письме». Частенько вспоминал священника Вениаминова, новоиспеченный помощник коменданта, осадясь за бумажные дела. Руководить людьми он умел давно. Люди же в основном везде одинаковые. Служащий рак скоро прониклись к Дмитрию искренним уважением. Лояка, десятник, долгое время успешно руководил охранно-сторжевой командой на Оливудских островах. Справедливый и незаносчивый. Опять же, Егорием награжден и званием сибирский дворянин. «Хороший мужик, стоящий». Примечание. «Егорий». Так в простонародье называли награду Георгиевский крест. Индейцы-стахинцы также проявляли к вновь прибывшему младшему русскому тайону уважение. Говорит по-тренкидски. «Именно за это знание главный правитель Русской Америки без особого раздумья согласился назначить Бузу помощником приказчика с последующим повышением. Опытный военный анкау. Стахинцы знали об успешных стычках людской ватаги казачьего десятника с бледнолицами-браконьерами. Торгует честно. Девушку наш спас. Достойный младший тайон длиннобородых». Примечание. Длиннобородые. Так индейцы аляски называли русских. С байдарщиком торгового поста у Бузы сложились почти приятельские отношения. Тот был помоложе, из весьма известной купеческой семьи Охотска. В русские колонии он попал по протекции, но дело свое знал. Подобным занимался на Дальнем Востоке России. Примечание. Охотск. До середины девятнадцатого века важнейший город-порт у восточного побережья Российской империи. Основан в 1649 году. В общем, все шло к тому, что Дмитрий, как и утверждал отец Иннокентий, хорошо разбиравшийся в людях, со временем станет отличным приказчиком Дионисиевского редута, ревностно отстаивающим интересы Российской империи в Америке. Около года жизнь южного аляскинского торгового поста протекала довольно спокойно. Климат весьма благоприятный, без особых холодов зимой, с весьма теплым летом. Разве что дожди часто случаются. Торговали с ногородцами, ловили красную рыбу и корюшку, сажали на огородах картофель, брюку, дырепу, охотились в окружающих лесах, просто общались со стахинцами. Но человеки — хлопотные создания. Как ни старайся, все что-то малоприятное, да, произойдет. Весной приезжали в ряду два дезертира из Новоархангельска. Смутьяны втроем украли парусный ялик и запланировали добраться на нем в британский торговый форт Симпсон, отстоящий от российского на несколько десятков километров. По дороге мутная троица пару раз разбойно нападала на небольшие рыбачи лагеря индейцев, убив двух или более народцев. За ними погнались сбешенные таллинкиты. В перестрелках один из смутьянов погиб, другой получил серьезное ранение. Спасаясь, дезертиры и укрылись в Дянисевском редуте. Погоня с угрозами требовала выдать преступников. Россияне не выдали беглецов, откупившись огнестрельным и холодным оружием дезертиров, плюс некоторое количество алкоголя. Нельзя было показывать индейцам слабость, отдав белых людей. Больше всего старалось затушить назревающий кровавый конфликт Анкао-Кутханга. Чуть позже остатки разбойной троицы отправились с попутным бригом в Новоархангельск на суд за содеянное. А в августе семейство контрактников городских крещеных якутов пожаловалось коменданту, мол, кто-то из калашей ночью выкопал у них с огорода почти всю картошку. Комендант, раздраженно вздохнув, сказал Дмитрию. Они сидели в конторе форта, типичном офисном помещении того века. Деревянные столы, шкафы, конторки, стеллажи. Вот и до нас докатилось. В Новоархангельский индиян давно отучили картоху воровать. Думали и другие тренкетские племена сие уразумели, мол, за подобное последует наказание. Ха нет. И нашим инородцам придется преподать серьезное внушение. Хлопотно сие. Примечание. Городские крещеные якуты, якуты, жившие в русском городе Якутск, основанном в 1632-м. Калашами, колюшами, колюжами, колюжами, или калошами. Русские называли тренкитов. По-видимому, за обычай женщин этого племени носить в проколотой и растянутой нижней губе деревянные, каменные или костяные втулки. Калушки. Комендант раскурил свою трубку, глубоко затянулся, стараясь успокоиться, и продолжил. Главное, уже лет двадцать или возле того рак предлагает научить калашей выращивать сей овощ. Но мало кто из них за это берется. Приказчик, залясь, прерывал свой монолог, чтобы затянуться табачным дымом. Земли ковыряться унизительно для большинства местных племен. А воровать это нормально. Калаши они такие, отвечал Буза. У них свои понятия, с нашими не всегда схожие. Украсть одни вещи для них великий грех, другие же слямзить, порой даже доблесть. И как наказывать стахинцев за такое дерзость следует? — Знал мы как. Схватим одного-двух алаяров, заложники-амонаты, да будем держать без пищи на одной воде, пока покрадены их родственнички не взвернут. — Ух, — усмехнулся сибирский дворянин. — Действительно, разумная метода. — Вот ты, Нане, и славишь мне парочку амонатов. — Как прикажете, господин байдарщик, только дозволь я сначала с ихней тайоншей Кот Хангой переговорю. Глядишь, быстрее покражу и взверну. — Попытайся, Дмитрий. Мне главное эту проблемку с воровством решить. Только нужно, чтобы инородцы еще и осознали, красть у компании и ее людишек ни в коем разе недопустимо. Но подобное всегда будет строго наказываться. Постараюсь уж. Глава четвертая Расчет нашего героя строился на лояльности тайоншей Кот Ханги к россиянам. Казак послал подвернувшегося молодого стахинца к женщине Анкал с поручением. Мол, сейчас придет младший начальник русской крепости за двумя заложниками. Наказание за кражу земляных орехов. Он не хочет войны и скандалов, так что пусть индейцы выдают двух виновных или тех, кого они объявят онми. И само собой, к утру по кражу следует возвратить. Тлинкидское селение, где проживало более полутысячи аборигенов, десятник взял с собой только двух служащих рак – охотников, трапперов и скрелов с ружьями, пистолетами и саблями. А воинов в том поселении стахинцев насчитывалось за сотню. Сам Дмитрий, с виду совершенно спокойный, облаченный в лучшее, с георгиевским крестом на груди, вооружился своей легендарной саблей, работы искуснейших индусских оружейников, доставшиеся ему по наследству от отца. Да и кремниевым пистолетом. Конечно, здесь была доля бравады, но десятник чувствовал – все обойдется. Перед выходом троица тщательно проверила огнестрельное оружие. На подходе к деревне и народцев россиянам преградили путь два краснокожих воина с боевой раскраской на лицах. Один, стоявший впереди, опирался на длинноствольное ружье, на кожаном поясе нож в изукрашенных ножнах. Второй вооружен копьем и большим топором с вытянутым вперед концом лезвия, заточенным, как меч обоюдоостро. Прямое топорище довольно длинное. Словом, не топор, а средневековая секира. Возможно, то было изделие мексиканских кузнецов, либо так называемая сибирская пальма якутской ковки. Ее укороченный вариант. Разбираться в таких нюансах не было времени. Далее, возле своего длинного дома стояла кудханга в окружении родней немногочисленной свиты. Као выделяется из буднично одетых талинкитов своеобразной широкополой плетеной шляпой с цилиндрическими надставками на тулью. Прочие жители селения застыли там, где их застало появление россиян. На лицах остальных, смуглокожих мужчин, боевая раскраска отсутствует. Стахинцы замерли в ожидании. Что же будет? Видно, у Таенши даже мысли нет предотвращать стычку. А объяснить это несложно. Анкао-индианка — человек, обитающий среди беспощадной дикой природы, где выживают самые стойкие. А еще, несмотря на свою мудрость, она была женщиной. Эти божьи создания любят посмотреть, как дерутся между собой особи противоположного пола. Вторая половина серого дня. Индейское большое селение. Добротные длинные дома из досок в окружении резных высоченных тотемных столбов. С одной стороны мирно плещутся океанские волны, над которыми кружат чайки. С другой покачивают остроконечными зелеными макушками хвойный лес, захвативший берега и горы. Там поют свои песни лесные птицы, не обращая внимания на суету людей. Буза знал воинов, преградивших путь. То были братья, отчаянные поножовщики. Стахинцы назвали их братья-рыси. И не только потому, что имя старшего снежная рысь, а младшего — рысенок. В мозгу сибирского дворянина пронеслось. Все же нашлись желающие поспорить срак. Ладно, думаю, не так уж страшно. Оберегай, господи. Казак мысленно перекрестился. Коротко, резко вздохнув через нос, дредисятник бросил сопровождающим. Стоите тут в драку, не ввязывайтесь. Сам все порешаю. Не доставая оружия, казак приблизился к первому тлинкиту. Тот поднял ружье к плечу. «Опусти, мушкет!» — произнес потлинкицкий Дмитрий. «Русским не нужна война. И рысенок знает. Я друг стахинцев. Мы не берем себе ваши вещи. Зачем люди селения взяли земляные орехи моих людей?» Как бы непроизвольно, десятник положил руку на рукоятку пистолета, засунутого за широкий праздничный кушак. Индейский воин, облаченный только в набедренную повязку, подобие фигурного фартука, тарочного бахромой и высокие мокосины, зло усмехнулся, взводя курок кремниевого ружья. Теплый шаловливый ветерок развивает длинные волосы краснокожего. Движения Бузы были молниеносны. Он выхватил пистолет и выстрелил. Пуля пробраздила на груди и на ротца глубокий след. Тот дернулся назад и выпалил в воздух. Просел на колено, зажимая рану. Отбросив разреженный пистолет, Дмитрий двинулся ко второму противнику, обнажив саблю. Дейц резко метнул боевое копье, целя в грудь россиянину. Все происходило очень быстро, так что наблюдавшие со стороны едва замечали происходившее. В мгновение хлопки двух выстрелов, а у русского же сначала не было в руках оружия. В мгновение казак, чуть отклонившись, разрубает древко копья брошенного у него. Когда Дмитрий успел достать саблю? «Не хочу смерти снежной рыси», произносит сибирский дворянин. «Брата твоего я пощадил». Буза изо всех сил старался сохранить жизни этим поножовщикам, так как их гибель могла стать поводом для войны с многочисленным и очень агрессивным к бледнолицам таллинкидским племенем стахинцев. При этом у нашего героя совершенно не возникало желания погибать самому. Соперник россиянина не остановился. Схватив рукоятку топора секиры двумя руками, индеец, этот облачен в короткую туземную кирасу, словно настоящая громадная рысь, набрасывается на казака, нанеся мощнейший рубящий удар. Наблюдателям чудится, через секунду крупный краснокожий развалит тело своего противника на две брызжущие кровью половины. Но нет. Казак резко уходит в бок и хлестко бьет саблей, проносившегося по инерции мимо таллинкита в затылок. Инородец, получив дополнительное ускорение, прямо таки летит вперед и падает лицом вниз бездыханным. Но почему нет крови поберженного? Ответ прост. Дмитрий специально бил не острием, а плашмя. Обернувшись к сопровождающим, десятник рипло произносит. И жите этих. Примечание. Изделия из Мексики и Сибири приходили к Америндам-Аляске в результате торговли или послевоенных набегов. Сибирская пальма — грозное оружие коренных народов Сибири. Копье с тяжелым ножом вместо наконечника. Еще у якутов было немало хороших кузнецов. Помощник коменданта через ноздри сделав глубокий вдох, чтобы окончательно унять дрожь после очередной встречи со смертью, неторопливо идет к вождю Тайанши. Атлен Анкао Шейкс не вышел на переговоры, но он и не должен был. Дмитрий же хотел увидеться с Кутхангой. Женщина Анкао и ее свита сохраняют на улицах невозмутимость. В действительности индейцы потрясены. Храбрый младший вождь длиннобородых в несколько секунд победил их самых лучших бойцов, не получив и царапины. Поясню, Дмитрий Буза вовсе не являлся супервоителем, не был он и суперловким. Среди офицеров, потомственных дворян, в разные годы служивших в Русской Америке, встречались много более искусные фехтовальщики и стрелки, так как тех обучали профессиональные учителя-инструкторы. А наш герой был потомственным служивым казаком, человеком войны. Война сидела у него в генах. Опять же, бойцовскую подготовку он имел много лучше, чем у индейских вояк, детей природы. Переговоры с Кудхангой случились недолгими. Выяснилось, что братья Рыси, хорошие приятели американских купцов, соответственно, хмуро относившиеся к русским и англичанам, подучили своих малолетних детишек, которых насчитывалось аж девять душ, как знак храбрости, выкрасть у русских некоторое количество картошки, что мелкие успешно сотворили. Племя к этому проступу никакого отношения не имеет. Картошка была возвращена хозяевам в двух резных сундуках. Вдобавок за ту, что уже съели, отдали похитители три хорошо выделанные шкурки речных бобров. Оба Смутьяна, просидев под арестом в крепости на воде и сушеной рыбе, месяц были отпущены на свободу. Они дали твердое слово никогда не посягать на имущество рак. Глава пятая Прошло еще чуть больше года. Относительно спокойного. Семейство Бузы весьма тесно сблизилось с Таеншей Кудхангой. Причин тому было как минимум четыре. Во-первых, женщина Анкао, как и большинство стахинцев, сильно зауважала нашего героя после стычки с братьями-поножовщиками, оценив его храбрость и военное умение. Во-вторых, Дмитрий и Василиса научили ближнее окружение Кудханги, по ее просьбе, выращивать картофель. Следует упомянуть, что даже в Российской империи еще в 1840 году крестьяне некоторых уездов категорически отказывались это делать. Например, кое-где в Прибалтике. В-третьих, в середине лета в Дионисевский редут прибыл врач делать прививки от эпидемии оспы, которая свирепствовала на севере США с 1835 года, и уже перекинулась в Канаду, сильно сокращая численность индейских племен, при этом не щадя многих бледнолицых. Разумеется, всех россиян привили, но Василиса с подсказки доктора, которому с прочими женщинами форта помогала вакцинировать, смогла уговорить Кудхангу обезопасить свой народ. Таенши на глазах жителей своего поселения сделали прививку. Авторитет женщины-анка у местных таллинкитов был велик. Пример оценили. Даже из двух остальных стахинских селений многие пришли вакцинироваться. Поверил наглядной агитации даже главный вождь Шейкс. И четвертое. Кудханге очень нравилось слушать, как попеременно играют на балалайке и еле Дмитрий. Наш герой полностью освоился на новом месте. В его сильно посидевшей голове все чаще роились мысли. А не остаться ли в Дионисевском редуте до конца дней? А что? Места хорошие, жизнь весьма сытная. Еще несколько месяцев, и он займет должность управляющего торгового поста. Все относятся к нему с уважением. И самое главное – большое начальство из Новоархангельска. И здешние служащие, и местные алые ярые индейцы, и что тоже немаловажно, заезжие купцы капитана английских бостонских шхун, что еще желать? А добра добра не ищут. Только все это были мечты простого смертного. Известно же, хочешь насмешить Бога, поделись с ним своими планами. Осенью пришло сообщение от правителя Русской Америки, что с будущего года Дионисевский редут на 10 лет передадут в аренду англичанам компании Гудзонова залива, служащим готовиться к переселению в иные места. Примечание. За аренду русского редута рассчитывались продовольствием и некоторым количеством мехов. Собственно, сделка была весьма выгодна Рак. Вот так вот, тьфу, сплюнул в сердцах Буза. Солчальство виднее. Скоревел постную мину байдарщик редута. Голова шестая. 1840 год. За пять дней до рассказанного в начале повествования. Торговый пост Дионисевский редут россияне полностью подготовили к передаче англичанам. Вывезли все пушки из крепости, разобрали и также вывезли добротный дом правителя и парочку самых лучших изб русской слободы. Эвакуировали в Новоархангельск всех семейных служащих. Дмитрий хотел своих отправить в столицу Русской Америки, но Василиса категорически отказалась оставлять мужа. Сынишка Ель также просил тятю не отправлять их одних в большой русский город. Буза уступил домашним, подумав, ладно, пуще остаются, они вправду не привыкли к большим городам. Вместе уплывем в Новоархангельск. Ожидание англичан и брига, на котором покидать эти неплохо обжитые места. Настроение вялое. Как все сложится дальше. Чтобы развеяться, Дмитрий бродил в окрестностях порта с ружьем. Видишь, Давуду, какую дичину, своих порадуешь вежатенькой. Зелень обновленной, хвои и новые листвы, измрутно врожденных трав и нелесных птиц. Красиво, спокойно. Инородцы словно с неба свалились. Могут андеяне незаметно подкрасться. Четверо, трое с ружьями, у самого молодого боевой лук. Издалека индейцев легко принять за белых людей. Вполне. Все в европейских полотненных рубахах, один усатый, у другого на голове русский картуз с черным локированным козырьком. Неприятно кольнуло сердце. Вот кого уж точно нежелательно встречать в глухом месте. Братья-рыси здесь. Побежденные им пару лет назад братья-поножовщики уверенно направлялись к десятнику. Лица каменные. Явно у аборигенов скверные намерения. Очень скверные. Однако сработала смекалка. А ввось выкручусь. Изобразив добродушную смешку, казак пошел навстречу с тахинцем. О, вас-то ищу! Придавая спокойствие голосу, произнес поталенкидский сибирский дворянин. Зачем нас ищешь? На лицах индейцев появилось недоумение. Все говорят, дескать, братья-рыси лучшие стрелки племени. Решил потягаться с вами в стрельбе из мушкета. Пошли к крепости. Там уж мишень заготовлена. Только пусть стреляет лучший из вас. Проиграю. Две бутылки рома поставлю. Ваш стрелок обмешурится. Мне шкурку калана. Рысенок, младший из братьев, действительно считался лучшим стрелком калана. Глаза его загорелись азартом. Хоть индейцы и хотели убить русского младшего Анкао, попавшего к ним в руки, однако отказаться от состязания им было стыдно. Поэтому, посовещавшись между собой, они объявили. Трепость мы не пойдем. Давай стрелять здесь. Расчет стахинцев прост. После состязания они прикончат Дленобородова. Пусть будет так, продолжал изображать спокойствие казак. Сначала стреляет ваш воин, а я уж опосля. — Вас что целим? — нетерпеливо спросил младший из рысей. Дмитрий снял с головы попаху и протянул юному Таленкиту. — Вот, в мою шапку стреляем, а весь ее на тот сук. Молодой индейец побежал выполнять поручение. Засохшая лиственница, на которую указал Буза, отстояла метров за сто сто двадцать. Десятник с кривою смешкой обратился к старшему из братьев. — Кто-нибудь, пройдите шагов на тридцать-сорок, и пусть кричит молодому, чтобы отошел подальше от мишени. Не ровен час, твой младший угодит мальчишке в лоб. Действительно, один из стахинцев пошел подавать сигнал. — Вон, сейчас посостязаемся. Разнес казак, разрядив свое ружье, возготовившегося стрелять по мишени рысенка. И тут же, выхватив из-за пояса пистолет, русский ранил второго брата. Вырвав мушкет у одного из раненых, Дмитрий развернулся и выстрелил в ближнего Талинкита, который уже поднимал свою винтовку. Оба промахнулись. Времени на перезарядку оружия не было. Казак бросился бежать в сторону Редута, до которого не меньше пяти верст. Индейцы быстро пришли в себя и пустились в погоню. Четверо. Братья-рыси получили легкие ранения. Преследуют одного, стараясь отрезать от форта. Бег по дикому лесу. Ветви норовят ударить в лицо. Лучше по глазам. Рвут одежду. Грохот выстрелов, свист вражеских пуль. Индейцы действительно оказались хорошими стрелками. Буза получил три пулевых ранения, и дважды его настигали стрелы. Обливаясь кровью, он укрылся за толстые сосновые стволы. Отстреливался, стараясь подороже продать свою жизнь. Давно смолкли лесные птицы, зловещий свист пуль, пороховой дым, вспышки и грохот выстрелов. Падают срезанные смертельным свинцом ветви. Ехидное горное эхо выстрелов. Смерть кружит над местом боя. Раны казака очень серьезные, а Таренкиты совершенно не желают подставляться под пули русского. Сознание мутилось. За чагуневшей голове мелькнула мысль. Обложили меня и народцы. Кончают. Девчушку, которую Буза спас три года назад от крылатого разбойника, прозвали в селении стахинцев «Избранница Орла». Индейцы единодушно посчитали ее особенной. И она действительно росла не по годам смышленым ребенком. Кудханга приблизила девочку потихоньку, как бы играючи, приучая ворожить. Тот день они с Тайонши оказались поблизости от места кровавой стычки Дмитрия с четверкой таленкитских воинов. Вянки собирали лечебные травы. Увидев неравный бой, избранница Орла сразу побежала к наставнице, крича издали «Талам, мама! Кудханга! Нужно спасать младшего вождя Длиннобородых!» Сильный ангел-хранитель был у Бузы. Женщина Анкау спасла дерзкого сибирского дворянина. Ее авторитет вождя и шаманки был велик. Перевязав раны пострадавшим, Кудханга заставила обоих соратников, братьев Рыси, отнести еле живого русского домой. Избранница Орла присматривала, как выполняется поручение Тайонши. Исотствие смышленого ребенка не позволяло стахинцам причинить Дмитрю какой-либо вред. Кто-то скажет, повезло казаку. Я же просто напомню давнюю мудрость. Фортуна любит храбрых. А еще добро всегда, ну почти, возвращается. Глава седьмая Вечером того же дня Кудханга и избранница Орла пришли в избу Бузы. Помощник управляющего был очень плох, однако находился в сознании. Тайонша заново осмотрела раны сибирского дворянина. Извлекла пулю из левого плеча, почистила и смазала каким-то зельем остальные. Девочка ей умело помогала. Василиса и Ель быстро исполняли просьбы титулованной знахарки-ворожей. Но больше молча наблюдали за ходом всей медицинской операции. — Дмитрий, ты настоящий хэ как ха, воин. И одолеешь эту хворь. Однако выезжать тебе пока никуда нельзя. Хорошо, если луны за три-четыре победишь всех злых духов хвори. Буза по-прежнему был в сознании. Еле слышно он прохрипел. — Понял тебя, мудрая. Перед отплытием русского брига с последними россиянами управляющий Редута посетил своего помощника. Разговор у них случился недолгим. — Дмитрий, оставляю тебе вот малую часть самого ходового товара для индиян. Меняй только на коланье шкурки. Буза лежал. Даже присесть ему пока было трудно. Он смерил вопросительным взглядом начальника. — Говорю-то, с правителем наших колоний появилась мысля, раз из-за ран не можешь уехать. Оставить тебя тут как представителя рак на длительный срок. Следи, как здесь, да что. Англичане тоже хитрые. И компании свой глаз не помешает, Пиджи. Ежели что будешь докладывать снова в Архангельск. Вот. И приглядываясь за ентими арендаторами, Мучи английский язык. Это и для тебя, и для колонии полезно. Языкам-то хваткой. Вон. И по-тлинкетски разумеши, и по-людски. А ведь купцы английские не будут жаловаться. Дескать, я им торговлю подрываю. Выдавил из себя тяжелораненый. Да какао у тебя будет торговля. Мелочевка одно название на уровне крабейника. Так, для поддержания твоих штанов. Главное, ты наблюдатель, представитель рак. Фигура серьезная. Ничего. Проглотят сие бриты. Ну, как скажете. Прохрепел десятник. Постараемся. Вот, тряхнул казательным пальцем управляющий. Одним словом, Дмитрий Баськович, поправляйся, ни о чем не тужи. Службу свою справляй. Казак в знак согласия прикрыл глаза, едва мотнул аккуратно подстриженной бородой. Буквально за несколько часов до отхода русского брига на море случился сильный шторм. Злые волны с шапками пены на гребнях шумно старались как можно дальше взобраться на берег и унести с собой все, что им подвернется. Коварные ветра с жутким боем норовили сломать вековые деревья и разрушить жилища людей. Почти непрерывно хлестал холодный сильный ливень. Чем дольше бушевал шторм, тем хуже становилось нашему герою. Раны изнуряющие ныли, он покрылся потом. Тогда-то Бузай потерял сознание. Глава восьмая 1840 год. Два месяца спустя. Дмитрий поправлялся небыстро. Однако раны потихоньку затягивались. Избранница Орла каждый день навещала своего спасителя, следила за его выздоровлением. Частенько наведывался Кудханга. Одним словом, Буза находился под надежным медицинским присмотром. Сынишка сибирского дворянина Иелька крепко подружился с малолетней ученицей вражей Тайонши. Тум бесконечно восхищала умение мальчика играть на балалайке. Иель ежедневно развлекал раненого отца своей бренчащей музыкой, а играл он весьма и весьма недурно. К слову, намного лучше своего учителя Дмитрия. Пятилетняя Дианочка. Всегда приходил в искренний восторг от музицирования и пения взрослого в ее глазах и еля. К тому же шел восьмой год. Мальчик знал немало песен в большинстве казачьих. Хорошо их пел. Но больше всего избраннице Орла нравилась песня «Российские американцы», которую сочинил с небольшой помощью Ельки Дмитрий. Бывало, девчонка сама просила мальчика поиграть на волшебной доске. И заслушавшись, спускалась в пляс. Елька пел своих российских американцев с незамысловатыми словами. Мы российские американцы, Други наши индиянцы, Наши други алиутцы, Други наши чугачи. Чу-чу-чу, эх, мама, чи-чи-чи. Чу-чу-чу, эх, мама, чи-чи-чи. Избранница Орла кружилась, раскинув свои ручки в стороны, Иногда изображая, что машет крыльями. Волосы и бахрома ее замшевого платьица развиваются, Улыбаясь, индианочка подпевала в такт мелодии. У-ха-ха, цю-ха-ха, чи-чи-чи. А Йоншу тоже восхищала неведанная ей подобная музыка. Вставать с ложа Буза стал где-то через месяц, Но ходить ему было трудно, И он сидел либо на ступеньках высокого крыльца своего дома, Либо на лавочке возле. Как-то солнечным днем, Когда Дмитрий сидел возле избы, слушая балалайку, К ним подошел с банджо, Один из служащих компаний Гудзуного залива, Франко Метис Рене. В этот момент и ель пел второй куплет американцев, Собственно, в песне пока было только два куплета, И для солидности в конце песни Мальчик повторял первый куплет. Мы не раб кого десятка, И работаем мы хватка, Все мы люди силачи, Чу-чу-чу, эх, мама, силачи, чи-чи-чи. Чу-чу-чу, эх, мама, силачи, чи-чи-чи. Метис стал подыгрывать мальчишке, подпевая. Ла-фанта, тр-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла. Получилось очень здорово. Оба музыканта имели идеальный слух и звучали при совместном музицировании очень слаженно, Как давно образовавшийся дуэт. Франко Метис сыграл и несколько своих мелодий, А ель к ним очень хорошо подыграл. С тех пор дуэт частенько давал концерты, Которые с огромным удовольствием Слушали и служащие английской торговой компании, и индейцы. Иногда брал в руки балайку и наш сибирский дворянин. А дружба Рене с семейством Бузы завязалась сама собой. Дмитрий и Ель учились от Метиса английскому языку. Он от них русскому. А так как у всех был отличный музыкальный слух, Вскоре они довольно сносно изъяснялись между собой, Перемежая русские и английские слова. Рене и Елька также быстро научились играть на инструменте партнера, что особенно восхищало служащих КГЗ. Когда на очередном концерте музыканты обменивались инструментами, Те просто ревели от восторга. Конечно, упомянем, Буза-младший перенял от Франка Метиса Приемы игры перебором. И заиграл на своей балалайке еще лучше и красивее. Дмитрий, гордясь музыкальными способностями сына, говоривал «Силен ты, сынка, на балалайке играть! Мне топерича за тобой в музыке не угнаться!» Лихо обошел тядьку. А балалайка у семейства была примечательная. Шестиструнные струны спарены с опальным корпусом. Вместо большого круглого резонансного отверстия в центре верхней деки целых двенадцать маленьких. В России такие балалайки назывались казачьими, либо черниговскими. Подарил ее Дмитрию еще в 1833 году в честь рождения сына священника Вениаминов, специально выписав ее из митрополии. Буза очень ценил сей подарок. Вещь в Русской Америке крайне редкую. Берег как зеницу ока. Да, Василиса по просьбе нашего героя шила из шкуры белого медведя для балалайки чехол мехом внутрь. Примечание. Через музыку Дмитрий быстро сошелся с так называемыми англичанами. Почему с так называемыми? Потому что чистокровных англичан среди них не было вовсе. Команда форта Стахин, так компания Гудзонова залива переименовала русский редут, состояло из 16 человек. Начальник Джон Маклафлин-младший, ирландец, на четверть индейц Кри. Его помощник Шотландец, два ирокеза, шесть метисов пранкоканадцев и семь конаков из Новой Клидонии. Последние были в форте на положении холопов. Франкоканадцев специально привезли как траперов-охотников для добычи пушнины. Ирокезы в основном использовались как охранники. С талинкитами англичане старались вести себя лояльно. На нотке британского расизма порой все же прорывались. Словом, ладили новые белые люди с местными на троечку. У Бузы же с управителем форта, как и с прочими служащими КГЗ, отношения завязались уважительные. Клафлин нередко навещал раннего Дмитрия, решал через него некоторые вопросы со стахинцами. Джон всегда более чем приязненно слушал русские песни, которые пела Елька. Иногда даже старался подпевать мальчику. Ирландец всегда угощал сибирского дворянина неплохим бренди. Человеком он был весьма крупным и плечистым, неробкого десятка, склонным к полноте. Когда Василиса первый раз увидела Джона, она так описала его лежащему в постели тяжелораненному супругу. Красивый ингиз, толстый. Глава девятая 1841 год Главным событием того года, по мнению российского общества, стала свадьба великого князя Александра Николаевича, будущего Александра II, с принцессой Максимилианой Вильгельминой Августиной Софией Марией Гессинской и Перенейской, 16 апреля. 8 января в России при главном управлении путей сообщений и публичных зданий учреждено архитектурное училище по подготовке архитекторов и их помощников в губернские областные строительные комиссии. 11 апреля записавшемуся в Санкт-Петербургское купечество кондитеру Доминику Рицу Аппорту разрешено открыть в столице неведомое до того времени в России заведение «Кафе-ресторант» для удовольствия публики высшего класса. 28 июня. В Париже в Театре Гранд-Опера состоялась премьера балета композитора А. Адана Жизель. В Российской империи открываются первые сберегательные кассы. В том году владельцы ведущей американской фирмы по производству паровозов Тридега Айрон Локс передали ее под управление 28-летнего инженера Д. Р. Андерсона. Еще одно важное российское событие — гибель на дуэли поэта и писателя Михаила Лермонтова 15 июля, который, по словам императора Николая I, мог бы заменить Пушкина. Британия продолжает захватнические войны в Афганистане и Китае. Франция стремится аннексировать Алжир. США пятый год ведет вторую Семенольскую войну, которая считается самым продолжительным и дорогостоящим из индейских конфликтов. В Российской империи все еще продолжается изнурительная долгая Кавказская война. Французскими специалистами сделана первая раскрашенная фотография дагиротип Московского Кремля. У Дмитрия же самым примечательным в тот год была разве встреча с гризли? Снова весна. Лес встряхнулся от зимней дремы, обновляя хвою и распуская новую листву пустарников. Все зеленеет и расцветает. Наш герой полностью оправился от ран и опять пошел поохотиться. Близился полдень. Вдруг исчащи бросился на казака, сильно отощавший после зимней лёжки молодой медведь-гризли. Шкура до кости. Голодный, злой. Шерд торчит клочками. Расстояние между ними едва сожжение пятьдесят. И оно с каждой секундой сокращалось. Уза не растерялся. Почти. Страшновато, конечно, было, что шлука ведь даже в животе обхолодела. Представитель рак зарал на косолапого хриплым матом. «Ну, пошел вон!» Гризли стал замедлять бег. Продолжая орать, казак выхватил из-за пояса кремниевый пистолет. Выстрел из своего капсульного ружья он приберегал. И пальнул под передние лапы молодому гризли. Убивать еще толком не пришедшего в себя мишку сибирский дворянин не хотел. Этого оказалось достаточно. Четвероногий хозяин леса отступил. Во след убегающему еще долго неслась отборная брань. Такова жизнь среди дикой природы. Примечание. Гризли зимой скорее дремлет. Глава десятая. Январь 1842 год. По большому счету, Дмитрий Буза был доволен своей жизнью. Все более-менее ладно, мирно. Торговля с калашами как-никак идет. Даже на собственную машину удается зарабатывать. Буза скрытно наладил изготовление самогона, которым потихоньку торговался стахинцами. О семье думать нужно. Англичане тоже торговали спиртным, но так как подобный бизнес руководителями обеих торговых компаний как бы не приветствовался, лицемерия власть имущих во все времена хватало. Делали это тихо. Торговцы обоих винных точек не разрешали индейцам употреблять алкоголь возле них. За прошедшие полтора года три раза к Дмитрию приходила российская шхуна. Попутно. Заходила специально, сделав крюк. Доставляла небольшое количество товаров, забирала небольшое количество скупленных мехов да письменный отчет от Бузы о торговле и делах, происходивших на вверенной его присмотру территории. В конце января русский парусный корабль навестил Дмитрия в четвертый раз. Капитана Буза знал еще с Олиутских островов, поэтому приятели еще и прокручивали свои личные делишки. За серебряные деньги казак сдавал мореходу, алкогольную в кавычках, пушенину. Выгодная сделка для обоих сторон. Вечерело. Знакомцы прилично употребили самогонный продукт сибирского дворянина. Разговаривали обо всем. Василиса сидела в сторонке, прислуживала за столом и с большим интересом слушала гостя. Капитан поведал о новостях Русской Америки и мировых событиях, сетовал на все более наглеющих в компанейских водах английских и американских китобоев, которых с каждым годом становилось все больше и больше. Представляешь, Дмитрий, интинирус и китобои еще и торговлю рак подрывают, скупают у алиутов эскимосов пушнину по более выгодным для инородцев ценам. Вот и изгниды. А, и ничего им не сделаешь. Еще император Александр I царствием у небесное даровал бостонцам с англичанами такое право. Э уж, скорбно протянул десятник, потирая тыльной стороной кулака густой ус. Хлопотно в торговле конкурировать с европейскими товарами. Здесь с ней калаши стали плохо брать уже и то, что прежде высоко ценили. Прям с руками отрывали. Как они раньше наш плиточный черкасский табак любили, курили его, жевали. А нанчи предпочитают бостонский. И наш чай китайский им сейчас плохо. Англичане продают краснокожим индийский или китайский с сортом выше нашего. Все компанейские товары плохо продаются. У меня еще с прошлого завоза кое-что осталось. А завозишь-то ты мне крохи. А-а-а-а-т, цыкнул уголком рта капитан. Приятели разума сушили свои оловянные кружки. Крякнув, закусили. Бывалый мореход раскраснелся, полностью расстегнул форменный сюртук. Табачный дым кором мыслом. — Слушай, Дмитрий, капитан пристально почти трезво посмотрел на знакомца. — Твои индеяне, которые год картошку выращивают, у них на продажу случаем не найдется? С поддовольствием он в Архангельске всегда не особо. Бузе ненадолго задумался, затем ответил. — Так-то возможно сторговать у калашей картошки, только не очень много. Дай бог мешков с десяток. — Ну и столько уже неплохо. — Ладно, выторгую для столицы маус-картошечки. Наш герой сидел за столом в рубахе-косворотке, ворот которой расстегнул. Потерев указательным пальцем переносец, он позвал. — Велька, сынка! Он же сыграешь нам! Буза с торговол у тренкитов дюжину мешков картошки за остаток плиточного табака. Одну красную рубаху, их специально шили для торговли с народцами в Новоархангельске, и три меры мелкого бисера. Помогла в этом, конечно, Таянша Кудханга. Если дружеские отношения со стахинцами у казака постоянно креплен, то у служащих форта стахин дружбы с амириндами не складывалось. Частенько возникали неприятные споры, угрожающие перейти в драки. Виной тому в большей степени был комендант Джон Маклаффлин. Ирландец все больше пил, а напившись, грубо относился к любому, кто подвернется под его тяжелую руку. Джон завел капсульный пятизарядный револьвер, редкое, очень дорогое по тем временам оружие, и в порыве хмельного гнева частенько им угрожал, причем своим подчиненным гораздо чаще. Соответственно, у нетрезвого начальника дисциплина в команде становилась отвратительной. Служащие КГЗ тоже наловчились варить самогон, устраивали пьяные оргии, дрались меж собой, задирали таллинкитов. Если бы не помощник Маклаффлина, шотландец Вальтер Гловер, давно бы произошла резня с индейцами. Но тот, в общем, успешно контролировал свою пьяную команду. Разумеется, и мудрая Кутханга удерживала своих воинов. Женщина с разъяснения Бузы прекрасно представляла, что если случится военная стычка, ее племя в конечном итоге может сильно пострадать. Но все, и Дмитрий, и Вальтер, и Кутханга, понимали, эта напряженная, шаткая ситуация легко может закончиться большими неприятностями. Глава одиннадцатая И неприятность случилась. Как-то апрельским вечером к Дмитрию вдруг заявился Гловер. Помощник комендента был мрачен. Шотландец рассказал сибирскому дворянину, что пьяный Маклаффлин хотел его застрелить. «Если бы не Ирокес, а Ноки, давний его друг, убил бы». Индеец зарезал коменданта. Вальтер просил Бузу переправить Ноки в Новый Архангельск, похлопотав за трудоустройство индейца. «Так как бежать в Канаду или Штаты — весьма нелегкая затея, опять же, нет гарантии, что люди из КГЗ там его не разыщут». «Дмитрий, просьба моя не самая легкая», — продолжал Вальтер. «Однако знаю, что ты можешь помочь, а это подарок тебе». Гловер положил на стол, за которым сидели собеседники, капсульный револьвер Маклаффлина. Буза внимательно посмотрел на подарок, но даже не стал брать его в руки. Потерев согнутым вдвое указательным пальцем ус, ответил. «Вальтер, сложную задачку ты мне загадываешь, а пистолет этот приметный. Если будет серьезное дознание, то по нему поймут, что я помогал прятать твоего друга». «Если будет расследование, я покажу. Дескать, револьвер ты выиграл у Джона в карты, так что носи его открыто. Да, вот еще три неплохих довода оказать нам помощь». Гловер выложил на стол три золотые монеты. Буза снисходительно поднял свои кустистые брови. «Вальтер, ты ошибаешься, думая, что все можно купить». Казак выдержал продолжительную паузу, во время которой убрал со стола подарки шотландца. Затем с усмешкой произнес. «Однако, я из уважения помогу вам. Где твой индейский друг?» «Аноки!» — позвал шотландец. На пороге возник человек с винтовкой. Примечание. «Аноки». Ирокесское слово. В переводе — «выдра». Ирокесс-аннокий больше походил на белого. Прямой нос, европейские черты лица, редкая щетина под носом и на подбородке. То есть, индейец брился, как многие европейцы. Цвет лица менее смуглый, чем у Дмитрия. Даже волосы больше темно-коричневые, нежели и сине-черные, как у большинства краснокожих. Среднего роста, возраст самое больше лет тридцать пять. Одет, как типичный белый охотник-траппер. Примечание. Мужчины-индейцы редкую растительность на своих лицах удаляли щипчиками, сделанными из ракушек. «Здравствуй, Кенрексакен», — произнес вошедший. По-английски Ноки говорил не лучше бузы, иногда вставляя в свою речь ирокесские слова. «Почему ты назвал меня Белым Львом?» Гловер перевел русскому значение сказанного ирокезом слова. «Вак от Ириантари». «Ирокесский». «Знаю, я знаю». «Немало слышал о твоих стычках. Рассказывали даже, что полтора года назад ты схватился с десятком местных тренкитов, и они не смогли тебя одолеть». «Ха-ха, их было четверо». Усмехнулся казак. «Если бы не Таенша, они б меня в конце концов прикончили». «О, Кудханга — загадочная женщина. Она больше ватта-энэрос, чем вождь». «Ватта-энэрос, ирокесский, шаманка, ведьма». «Ладно, перешел к делу сибирский дворянин. Он уже надумал, как разрешить ситуацию». «Рекомендательное письмо нашему большому начальству я тебе отпишу. Еще повезешь в Новоархангельск, мой отчет о том, что у нас происходит». «Сие сработает на пользу тебе». «Лодку возьмем у Кудханги, однако добираться в одиночку до нашей столицы минимум седьмицу. Если не заблудишься, лавируя между островов, ныне море неспокойное. Дождемся хорошей погоды, это дня три-четыре. И поплывешь. Пока будешь тихо сидеть в моем доме, никому не показываясь. Все сладится, только меня слушай. «Карихвийо». Примечание. «Седьмица, устаревшая русская. Неделя». «Карихвийо». «Иракесский». «Хорошо». «Да, хороший план. Знаю, все получится», — мотнул главой шотландец. «Пойду. Не надо, чтобы кто-то увидел меня здесь». «Согласен, бывай», — произнес Буза, пожимая на прощание крепкую ладонь служащего КГЗ. Пожимая руку Вальтера, а Ноки произнес по-иракесски. «Ан-Эн-Ки-Вахи». «На свидание, Ан-Эн-Ки-Вахи», — ответил индейцу шотландец. Глава двенадцатая. Через два дня в дом Дмитрия прибежала избранница Орла. К девочке в семье Бузы привыкли, так как лебятишки сильно сдружились и, почитая, ежедневно ходили друг к другу в гости. Но на этот раз индианочка сразу подошла к сибирскому дворянину. «Ан-Ки-Умитрий, иди сейчас к большому белому камню. Там тебя ждет моя наставница». Десятник смерил девчушку испытующим взглядом. «Что случилось, красавица наша?» «Не знаю, но тебе надо сейчас идти», — отвечала девочка, нетерпеливо поглядывая в сторону дожидавшегося ее еля. Буза пошел в указанное место, изображая, будто никуда не торопиться, Казак чувствовал, еще какая-то ерунда приключилась. Встретившись с русским на берегу океана возле огромного волна, что-то вроде небольшой одинокой скалы, Кот Ханга сделал вид, мол, это произошло случайно. Они степенно поприветствовали друг друга, не спеша выкурили по трубке, Присев у подножья белого луна, перекидываясь незначительными фразами. Море было спокойно, усиливался северный ветер. «Братья рыси вернулись», — наконец произнесла Тайонша, кутаясь в плащ волчьего меха. Десятник внешне сумел скрыть, что новость для него не из приятных, а в мозгах щелкнула. Вот она, еще одна ерунда. Уточню, после коварного нападения на Дмитрия, Братья почти сразу ушли в морской военный набег против вражеских племен с тренкитами соседнего селения, А по возвращении остались гостить, жить в том селении. У братьев рыси имел свое боевое каноэ, вмещающее 30 грибцов и большой авторитет удачливых, дерзких вожаков. Они что-то затевают. Рыси знают о смерти Тайона Нгизов от рук его же людей. Планируют напасть на форт и разграбить с ними 15 бойцов соседнего клана. Минимум 10 молодых воинов нашего селения поддержат их. Мне, братьев, не остановить. Я предупрежу англичан об опасности. Их 14 человек. Для штурма крепости у рыси мало воинов. Мудрая, постарайся удержать от глупой войны как можно больше своих людей. Налетел студеный порыв ветра. Хорошо. Но когда рыси не смогут взять крепость, то, скорее всего, нападут на тебя. В доме твоем есть что грабить, и ты их дважды принизил. Я буду всегда на чеку, да, и постерегутся, а не в открытую нападать на мой дом. Я под защитой кораблей рак. Они это знают. Если рыси не нападут на твой дом, то постараются убить тебя из засады. Уезжай в большой город длиннобородых. Тебе нужно думать о своей семье. Вот астуда. Укрою на время Василису с сынишкой в форте и сразу пошлю за военным кораблем в Новоархангельск. Я как раз хотел переговорить с тобой о лодке. Примечание. Астуда. Старорусская. Неприятность. Анкау Митрий. Неправильно рисковать своими родными, которых скорости еще и прибавится. Вырвалось вождя вражей. Как? Как ты сказала? Сдрогнул казак. Твоя Василия. Просил об этом не рассказывать, однако. Скоро дочка у тебя родится. Ты точно знаешь, мудрая. Кудханга снисходительно улыбнулась. Определились так. Сразу как успокоится море, Кудханга пришлет каноэ с пятью гребцами. На нем Буза отправит в Новоархангельск Василису с Елькой, беглеца Аноки и послание с требованием военного корабля. Ляу. Регулирование назревающего конфликта. Домой Дмитрий возвращался и озабоченным, и радостным, не обращая внимания на крохотные колючие льдинки, которые злобно швырял ему в лицо студеный ветер. В голове вертелось. У меня будет дочка. Слава тебе, Господи! Сколько ждали ты ее! Лишь бы родилась здоровенькая. А там уж убережем, убережем. Меньше, чем через два года после первенца, еще на Олиутских островах, Василиса родила второго мальчика. Но он прожил только несколько недель. Дмитрий с супругой очень сильно переживали эту потерю. Больше месяца у сибирского дворянина иногда сами собой текли слезы. Вытащили супругов из глубокого горя священник-отец Иннокентий, да маленький и ель, о котором тоже нужно было заботиться. Темнело. Холодный ветер крепчал. Казак глубже надвинул на голову свою мохнатую медвежью папаху. Глава тринадцатая Под утро море успокоилось. Дмитрий проснулся от наступившей тишины. Встал, стараясь не разбудить Василису, но она все же проснулась. Сонно поинтересовалась, что это он? Спи еще. Махнул ладонью казак. Он тщательно зарядил оба своих ружья и кремниевый пистолет. Проверил капсулу в револьвере. Возьму с собой. Наказав Аннок и охранять дом, указав на подготовленное к бою оружие, Буза собрался выходить. Ирокес произнес напутственно. — Энрек Сакен, здесь все будет нормально. Сам не подставляйся. — За меня не беспокойся. Ты главное моих береги. Напряженно усмехнулся Десятник и, бодрясь, шутливо добавил по-русски. — Держи нас по ветру, а ухи с любой стороны. Еще не взошло солнце, как Буза был в форте. Предупредив служащих КГЗ об опасности, казак сразу двинулся во свояси. День собирался быть хмурым. На море полностью успокоилось. Лениво покачивало зеленовато темными волнами, над которыми кружили чайки. Снег в округе давно растаял. Все ждали лета. Наш герой шел быстрым шагом, прислушиваясь к любому звуку. В голове вертелось. Может, зря так стерегусь. С другой стороны, береженному Бог бережет. Когда до большой, на две половины избы Дмитрия оставалось шагов с пятьдесят, разрывая утреннюю тишину, грохнул выстрел. Пуля вырвала из папахи десятника кусок меха вместе с прядью его волос. Казака оглушило, но он инстинктивно укрылся в камнях, меж которых петляла тропинка. В ушах у Дмитрия звенело, в глазах плыло и рябило. В каком-то отупляющем состоянии он выхватил револьвер и два раза подряд выстрелил в сторону окружающего крепости леса. В ответ грянуло несколько мушкетных выстрелов. Однако сразу же по укрывшимся за деревьями Таллинкитом стали палить из форта, а чуть позже раздались выстрелы от Дома Десятника, кто вступил в перестрелку Ирокез. Около часа продолжалась перестрелка. На штурм крепости индейцы, разумеется, не пошли. Только постреливали из укрытий да сотрясали округу военными кличами. Два или три раза Дома Бузы им ответил боевым кличем Ирокезов Анокий, которого из крепости всегда поддерживал его соплеменник. Служащие КГЗ тоже орали угрозой из-за толстых стен. Словом, шумная произошла стычка. К концу боя окончательно пришедший в себя Дмитрий добрался до своих родных. Василиса и Ель также приняли участие в перестрелке. Женщина быстро перезаряжала оружие, а мальчишка ей помогал, да еще и несколько раз пальнул в сторону врагов. Когда сибирский дворянин укрылся за стенами своего жилища, несколько калашей, облаченных в деревянные доспехи, попытались атаковать убежище россиян, но были быстро отброшены перекрестным огнем. Служащие КГЗ даже пару раз пальнули в тех таллинкитов картечью из фальконетов. Одним словом, атака индейцев почти сразу захлебнулась. Примечание. Фальконет или фалькон. Название артиллерийского орудия небольшого калибра. В общем, грохта случилась предостаточно. В избытке огня и дыма, злобного свиста пули, картечи, допугающих ударов, когда смертоносный свинец вгрызался рядом в стены и стволы деревьев, выбивая из них острые щепки, норовившие вонзиться в человеческую плоть. Однако смертельных жертв того более чем часового боя не было. Сражающиеся отделались незначительными царапинами. Объяснение следующее. Человека убить не так-то уж легко, особенно с удаленного расстояния. Да некоторые даже утверждают, дескать, у каждого человека есть персональный ангел-хранитель. Как выяснилось позже, это младший из Рыси и пытался в очередной раз убить нашего героя. Своим малоудачным выстрелом коварный индеец провалил неожиданную атаку калашей. Впрочем, как уже знают читатели, хитрая атака Америндов сразу была обречена на провал, так как предупрежденные англичане не собирались открывать ворота никому из стахинцев. А в сторожевых башнях выставили на дежурство по три стрелка. И опять же, под руководством Рысенка индейцы пытались атаковать дом Десятника. «О, ебать, неугомонный Рыси!» — зло сплюнул Дмитрий. «Ладно, Василиса сегодня же ночью с елькой поплывет в Новоархангельск. Нужно вызывать корабль с пушками. Там и останетесь. Все, хватит. Уезжаем отсюда. Жаль, конечно, но жизнь много дороже. Пока антиупертые братья не отправятся к своим праотцам, они будут стараться меня прикончить. Мне же убивать их не с руки. Сие может к очередной войне привести. Уж больно много у Рыси друзей-поножовщиков, которые захотят посчитаться за кунаков. Ам, жаль покидать эти края». Жена перепугалась, стала протестовать, просила Дмитрия поехать с ними. «Нельзя мне сейчас уезжать», — обнял супругу казак. «Если нынче уйду, потеряю уважение к лошей. Они будут говорить, мол, испугался. Опять же, товары компанейские тут. Ничего, пришлете корабль. Мы здесь быстренько наведем замирение смутьянов и приеду». «Тетя, мы что ли навсегда в том каком-то Новоархангельске останемся?» «А, сынка, теперь в городе будем жить». «А избранница орла?» Казак по-доброму усмехнулся, незаметно подмигнув жене. «Ха-ха, так она вместе с Кудхангой иногда к нам в гости будут приплывать. А то и ты ее в другой раз навестишь, ежели меня сюда по делам направят». «У-у-у», — скривился мальчишка. «Нос не вешай, друг мой, ель. Бог даст, не потеряйтесь со своей подружкой. К слову, в скорости у тебя забот поприбаются». «Каких-то забот?» — вопросительно уставился мальчик на отца. «Сказать?» — дернул перевязанной головой сибирский дворянин супруги. Та в знак согласия кивнула. «Надеемся, с Божьего благословения, наша мамка нам с тобою сестренку подарит». Большое, точнее среднее океанское каноэ с беглецами уходило в полночь. А ночь-то случилась как на заказ. Безгранично темная, без звезд и луны. Удобавок, над океаном в прибрежной полосе поднялся туман. Казалось, берег завис над краем земли. Вот-вот опрокинется в космос. Провожали Дмитрий, Вальтер, Гловер, Стрелок, Второй Рокес, избранница Орла и Кутханга. Она принесла Василисе красивую изукрашенную замшевую сумку с целебными средствами для укрепления роженицы и ее приплода. Девочка и мальчик что-то шептали друг к другу, отойдя в сторонку. Сонно плескались волны, практически еле-еле переваливались сбоку-набок. На прощание супруги обнялись, поцеловались. Оба волновались, боясь друг за друга. Однако Буза умело скрывал свое беспокойство. «Это, не волнуйся за меня, Василисушка, я в редуте укроюсь. Сегодня же перетащим туда товары, меха, все будет хорошо». Простился Дмитрий и Саноки. Дед сам подошел к русскому, протянул руку. «Спасибо за помощь, Кенрек Сакен». «Свои люди, сочлись уже. Хорошо ты мне помог в стычке с калашами», — отвечал казак, пожимая крепкую ладони Рокеза. «Мы еще увидимся». Вальтер, Буза и Стрелок оттолкнули лодку от причала. «С Богом и надежного вам ангела-хранителя в дорогу!» Разнес сибирский дворянин, осенея уплывающих крестным знамением. Море окончательно заснуло, словно поверхность зеркала. Гребцы бесшумно погружали весла в спящие воды. Несколько мгновений, и Каной растворилась в темноте. Глава четырнадцатая Ожидание — не самое легкое занятие, тем более, если ожидаешь в осажденной крепости. Блокада форта Стахин длилась уже двенадцатый день. Войны-рыси не пытались атаковать редут, ограничивались перестрелками. Их тоже произошло немного — две или три более-менее серьезных минут на двадцать-тридцать. В остальном все сводилось к редким обменам выстрелами. Но потери у враждующих сторон были. Талинкиты ранили Франка Метиса и четверых Канаков, один из которых позже скончался. Англичане насмерть подстрелили двух калашей. Отличился, разумеется, стрелок, оправдав свое прозвище. И ракет стрелял очень редко, но всегда целил в голову врага. Те потери сильно охладили военный пыл осаждающих. Дмитрий Буза не принимал участия в перестрелках. Однако дважды во время стычек выглядывал с короткой трубкой в зубах из сторожевой башни и грозил смутьяным пальцем. Калаши из уважения в него не стреляли. Охранную же службу Буза нес наравне со всеми. Обычно казак ходил в дозор на западную башню. С нее было хорошо видно бухту. У Дмитрия все время было неспокойно на душе. Что с моими? Добрались ли они благополучно до нового Архангельска? Всякое может произойти в дороге. Господи, помилуй нас грешных. Когда в очередной раз наш герой находился на посту, на ветку одиноко стоявшего возле крепости красавца бальзамического тополя сел крупный ворон. Крылатый чернец где-то раздобыл небольшой кусок мяса или рыбы. Усевшись поудобнее, расположившись к наблюдателям спиной, ворон стал отрывать маленькие кусочки от добычи с удовольствием поедая. «Насытившись, черная птица улетела». «Это хорошая примета», — произнес стоявший рядом Франко Метис Рене. «Как это?» «Просто. Скоро, возможно, уже завтра, придут твои русские, и осада кончится. Смутьяны, вороны и таллинкиты уйдут». «А, ты об этом, дай ты бог». «Поясню, Рак обязаны были помогать англичанам из форта Стахин. Те находились на российской территории. Если бы британцы вдруг прислали карательную экспедицию против таллинкитов-стахинцев, то нарушили бы границы чужого государства». Подмога пришла через день. Теплый ветерок ласкал лица, приветливо качал своими мохнатыми ветвями лес. День тот был солнечным. Беззаботно пели птицы. Добрые лучи солнца отражались от спокойных вод бухты и золотивые остроконечные крыши сторожевых башен Редута. В бухту вошло аж два корабля. Российская парусная шхуна «Квихпак», вооруженная пятью тяжелыми пушками, и британский пароход. «Квихпак» для устрашения выстрелил из пушки, разбив в щепки известный уже читателем «Бальзамический тополь». Это, конечно, произвело сильное впечатление на местных калашей, но осаждающих уже не было в окрестностях форта. Еще ночью их вождям сообщили, и что на помощь бледнолицам идут два плавучих дома. Соответственно, дерзкие краснокожие налетчики разумно отступили. Шхуной командовал сам Дионисий Федорович Зарембо, человек, основавший этот торговый пост, и при строительстве форта уберегший только что уничтоженный тополь. Пользовался он у местных вождей искренним уважением. Объяснения от Ленанкао Шейкса перед британцами были каменные. Вождь пояснил, дескать, селение не причастно к осаде. Во всем виноваты смутьяны братья Рыси, которые бежали. И пусть бледнолицые разбираются с ними, но у его племени есть конкретные претензии к служащим КГЗ. Слишком уж те ведут себя высокомерно на чужой земле. Инцидент технично замяли. Новый комендант форта Стахин, само собой Вальтер Гловер, заверил таллинкидских Тайонов, что впредь подобного не будет. Русский капитан вообще не давил на Стахинских вождей, так как не симпатизировал англичанам. Дианисий Федорович сказал Шейксу, «Атленанкао, очень прошу тебя лучше контролировать своих воинов. Мы запрещали своим людям стрелять в ингизов, а кот Ханга даже предупредил их о нападении. Было такое», — мотнули головами Буза и Вальтер. После переговоров, когда индейские вожди остались одни, Шейкс криво усмехнулся и произнес, «Эти братья-рыси натолкнули меня на одну хорошую мысль. Я тоже об этом подумала», — улыбнулась в ответ мудрая женщина. Диалог Дмитрия Бузы с Дианисием Федоровичем не занял много времени. «Так что, почти тезка. Домой в Новархангельск просишься?» С доброй улыбкой спросил капитан. «Да, ваше благородие, если большое начальство не против». Напрягся сибирский дворянин. «Семья у меня, здесь их держать опасно, а одним в городе им весьма тяжко будет. Опять же, кровники-калаши меня выслеживают». «Семья — слабое место даже для великанов, на которые злодеи могут подландавить. Мы же с тобой, Дмитрий, всего лишь простые людишки». Зарэмбо выдержал паузу, доброжелательно хлопнул казака по плечу. «Большое начальство не против. Собирайся в дорогу, ответственный представитель рак на здешней территории». Глава пятнадцатая 1843 год Как и предсказала Кудханга, у Читы Буза родилась чудесная девочка. Назвали ее Диной в честь матери Дмитрия, женщины дерзкой, твердой, духом. Ее сослали в Сибирь за бунт, сожгла усадьбу своего помещика. Отец-то нашего героя выкупил ссыльную у местного полицейского чиновника и женился на ней. Примечание. Дина. Имя встречается в Ветхом Завете со значением «отомщенная». Справедливость. Возмездие. Где-то через месяц после родов в Новоархангельске появилась Тайонша со своей воспитанницей. Кудханга прибыла на Большом Каное с десятью воинами-гребцами. Женщина-вождь привезла своим друзьям много подарков в честь рождения нового жителя Русской Америки и укрепляющие лекарственные средства специально для матери с дочкой. Дмитрий устроил праздник для гостей, на котором само собой веселил всех виртуозной игрой на балалайке и ель. И опять все не единожды просили исполнить Ёлькин хит российских американцев. Мальчик с готовностью его исполнял, тем более он сочинил новый куплет. Города наши красивы, земли наши все милы, корабли и пароходы, наши дюжи быстроходы. Чу-чу-чу, быстроходы, эх, мама, быстроходы. Чу-чу-чу, быстроходы, эх, мама, быстроходы. И само собой, на праздники много плясала избранница Орла. Ирокеза Аноки, заключившего срак стандартный семилетний контракт, направили работать на лесопилку Озерского Редута. Иностранные корабли туда практически не заходили, так что беглого служащего КГЗ опознать никто не мог. Но для подстраховки индейца отрастил усы и бородку, изображая из себя местного креола. Обязанностей у Аноки было много. Все мужчины Озерского, 15 человек вместе с приказчиком, считались еще и воинами. То есть попеременно несли сторожевую службу в избежании нападения врагов. Нередко ирокеза, как переводчика с английского, Аноки быстро освоил русский, брали в экспедиции на юг капитаны компанейских судов. Одиозные братья Рыси почти три года не появлялись в селениях таллинкитов-стахинцев. Они сдружились с разбойной ватагой таллинкитов-кайковцев и промышляли вместе с ними. Дмитрий Бузан одно время числился в охране Новоархангельска. Однако его также часто привлекали мореходы, как переводчика и торговца. Рак периодически посылал свои корабли в торговые экспедиции к дальним селениям и народцев. На хорошем счету был у большого начальства наш герой. Елька пошел в школу, учился очень старательно, тренировался в обращении с огнестрельным оружием и саблей. Тед сдавал ему для этого свой редкий клинок. Помогал матери и отцу под дому, да еще пел в церковном хоре. С 11 лет Дмитрий стал брать ей ельку с собой в морские экспедиции, оформляя юнгой. В море смышленый мальчик скоро креп, стал неплохо разбираться в матросской службе. Довольный успехами сына Буза, порой говорил, «Бравым казаком ты у меня растешь, сынка. Придет время, отправим тебя учиться в Охотск на штурмана. Станешь ты у нас с мамкой морским начальником». «А чего? Я не против». Улыбаясь, отвечала ель. Василиса растила детей, хлопотала по хозяйству. Семейству снова выдали неплохую избу, оставшуюся от вернувшихся в Россию контрактников. А еще, по заказу, Рак шила на дому одежду для миновой торговли. Англичане форта Стахин так и не смогли наладить настоящие дружеские отношения с местными тренкитами. В июне 1846 года индейский отряд под предводительством все тех же непримиримых рысей вновь осадил британский торговый пост. Опять были перестрелки и ранены. Слава богу, в тот раз обошлось без убитых. И опять за Рэмбо пришел в тени спокойной воды вразумлять буянов. Враждующие стороны замирились, но ненадолго. В 1847 году братья Рыси снова привели своих людей. Снова осада крепости. Снова перестрелки. Следует уточнить, воинственные братья еще и старались отомстить Иракезу стрелку, который наносил осаждающим самый ощутимый урон. Мятежные тренкиты устроили засаду на стрелка, но только смогли его подранить. В ответ Иракез застрелил Рысенка. Он его специально выцеливал. На тот момент враждующие хорошо знали в лица друг друга. Как всегда, кровавый конфликт урегулировал Дионисий Федорович. На этот раз он пришел к форту Стахин на пароходе Николай I. По сложившейся традиции, верховный правитель селения Шейкс все свалил на дерзких и непримиримых братьев, не забыв обвинить служащих КГЗ в расизме. Шейкс, конечно, нагло ловчил. Во-первых, как уже поняли читатели, он с одобрением смотрел на враждебные действия мятежных Рыси и к заносчивым британцам. Во-вторых, устраивать блокаду британского торгового поста чужими руками придумали они с Кудхангой. Пока форт англичан находился в осаде, Тайанша скупала у материковых племен их пушнину, а после перепродавала КГЗ или Рак. Прибыль делилась между старейшинами всего племени, если кто забыл, три селения, и нуждающимся. Индейцы немалому научились от бледнолицых. Однако они и сами умели находить умные решения. Опять же, торговать краснокожие начали за много веков до прихода европейцев. В 1848 году старший из Рысей привел к форту Стахин около 70 воинов. Он объединил своих людей с бандой талинкитов-кайковцев. Те вели откровенно пиратский образ жизни. Грабили, убивали, продавали пленников в рабство материком индейцам. Нападали они на всех без разбора. Враждебные племена, родственные талинкитские племена, бледнолицые. Лишь бы застать противников врасплох или иметь над ними значительное численное превосходство. Они даже захватили и разграбили минимум две торговые шхуны британцев, вырезав экипажи. С русскими в открытую кайковцы старались не связываться, но не задумываясь убивали их без свидетелей. На этот раз блокада длилась целых три месяца. Индейцы несколько раз пытались поджечь форт. Не удалось, уж слишком часто летом идут в этих краях дожди. Дважды пытались осаждающие бесшумно пробраться в форт ночью. Опять неудача. Часовые англичане проявляли максимум бдительности. Счет перестрелкам враждебные стороны потеряли. За эту осаду индейцы нанесли британцам самый значительный урон. Два человека убито и пятеро раненых. Причем раны получили и ракет-стрелок, и комендант Вальтер Гловер. И опять российский капитан Зарэмбо после официального обращения дирекции компании Гудзонова залива на своем вооруженном пароходе Николай I пришел на выручку коллегам по бизнесу. И, конечно же, осаждающие заблаговременно отступили. Вместе с Дионисием Федоровичем на Стахин всегда приплывали Дмитрий и Ель. По окончании переговоров британцы и русские в знак дружбы с тренкитами-стахинцами устраивали безалкогольный пир, изюминкой которого был концерт. Разумеется, его давали виртуоз Балачник и Елька и Метис Рене со своим Банджо. Был такой концерт и в 1848 году. Возмужавший пятнадцатилетний Буза-младший опять несколько раз исполнил набис своих российских американцев. Он сочинил еще один куплет, который очень нравился симпатичной тринадцатилетней Индианочке из Бранницы Орла. «Мамки наши все царицы и пекут нам калачи! Чу-чу-чу! Эх, мама! Калачи! Чи-чи-чи!» Индианочка взрослеющим женским чутьем понимала этот куплет и Ель написал именно для нее. И от этого еще быстрее кружилась в своем веселом танце, заражая других стахинцев желанием танцевать вместе с ней. И вот уже вокруг избранницы Орла кружит больше десятка молодых индейцев и индианок. Задорно звучат балалайка и банжо, а Буза-младший залихватски вытягивает. «Мы российские американцы! Други наши индианцы! Наши други алиуты! Други наши чугачи! Чу-чу-чу! Эх, мама! Чи-чи-чи! Чу-чу-чу! Эх, мама! Чи-чи-чи!» Множество стахинцев собралось на тот праздник, обрядившись в свои лучшие одежды. Нарядная, пестрая, черноволосая толпа с искренним одобрением следит за танцами молодых соплеменников. Кто-то улыбается, кто-то хлопает в ладоши или по бедрам, поддерживая ритм. Радость в сердцах краснокожих во многом наивных детей дикой природы. Примечание. Слово «девка» в России несколько веков не несло в себе ничего негативного. Аналог современного девушка. В 1849 году, не возобновляя арендного договора, компания Гудзонового залива вывезла всех своих служащих из форта Стахин. Еще в предыдущем году весьма заметный деятель британской торговой компании Джордж Симпсон так докладывал дирекции. Стахинские индейцы, грозные и коварные, заинтересованы в предотвращении прямого сообщения между нами и туземцами внутренних областей. Поскольку это лишило бы их всех преимуществ, притекающих из занимаемого ими положения посредников. Учреждение же поста во внутренних областях будет сопровождаться крупными затратами, а посему было бы особенно желательно избавиться от опасности столкновения с этими людьми. А ровно как и от больших расходов на содержание такого поста. Примечание. Это перевод сохранившегося подлинного документа. Перед отъездом служащие КГЗ захотели разобрать и вывести несколько строений редута, но индейцы им этого не позволили. На этот раз Шейкс открыто выступил против англичан. Он собрал более двух сотен воинов племени, и те обступили бледнолицых со всех сторон, угрожая оружием. Отленан Кау в красивой широкополой шляпе с украшением на высокой туле из горностаевых хвостов, облаченный в свои самые роскошные одежды, жестко заявил, «Вы не можете здесь ничего разбирать и забирать с собой. Это все принадлежит длиннобородым». Раннее утро. Горы, поросшие вековыми елями, в верхушках которых застрял туман. Российский форт из потемневших бревен и толстенных досок. Внушительная толпа людей. Решительные лица индейцев, многие из которых облачены в туземные деревянные керасы. Растерянность на лицах служащих КГЗ. Причувствие беды. К тому времени, учитывая напряженное отношение с местными трюнкитами, дирекция торговой компании вооружила всех служащих форда револьверами Паттерсом, что в какой-то степени давало тем некоторый шанс противостоять внушительной толпе краснокожих. Руки бледнолицых так и тянулись к рукояткам пятизарядных револьверов. Дикарьё, живодёры, обнаглевшие желторожие нигеры. Но смогут ли они обратить в бегство угрюмых туземцев? Если индейцы не отступят страхи, то в мгновение ока разорвут их плачья. Что делать? Британцы уступили нажиму тлинкитов-стахинцев. Напоследок хочу предложить читателям самим сравнить, кто лояльнее относился к индейцам. Всего через два года на острове Ванкувер местные индейцы Квакьютли с культурой и образом жизнеподобным тлинкитскому оказали вооружённое сопротивление КГЗ. И те, так как Америнды находились на территории считавшейся британской, сожгли два их селения, обстреляв из корабельных пушек. Сжигали корабельные артиллерии деревянные городки Тлинкитов и американцы. После того, как Аляска была им продана Российской империей. К слову, Дионисиевский редут выкупил ураг от Ленанкау Шейкс, используя его как крепость-убежище на случай военной опасности. Заключение. Летели годы. Русская Америка продолжала свою не самую лёгкую жизнь. Её главные правители, сменявшие друг друга через каждые пять лет, просчитывали, как укрепить вверенные их заботам обширные территории. Конечно же, российские американцы строили планы на будущее. Ближнее и дальнее. От автора. Дионисиевский редут – самостоятельное произведение. На начало описания жизненных перипетий сибирского дворянина Дмитрия Бузы вы найдёте в аудиокниге «Казак на Аляске». К слову, и повесть «Казак на Аляске», и повесть «Дионисиевский редут» – это фрагменты из приключенческого романа «Хроники» под названием «Эпизоды истории русской Америки». Конечно же, в романе будет рассказано ещё о некоторых приключениях, злоключениях Дмитрия Бузы и его приятелей. Надеюсь, книга появится в ведущих интернет-магазинах во второй половине 2024 года. Ну и я, Костя Суханов, добавлю от себя благодарность. Спасибо вам, Вадим Александрович Силантьев. Спасибо огромное за предоставленный материал. Уважаемые слушатели всегда могут поддержать писателя, покупая его книги в ведущих интернет-магазинах. Автор является лауреатом многих государственных премий за свою любовь к истории, за писательский талант. Спасибо. Творческих успехов, Вадим Силантьев. Уважаемые слушатели, читатели, пишите ваши комментарии. Книги, которые читаю я, актёр Костя Суханов, как это уже года два, как между нами заведено, всегда эксклюзивные и необычные. Поэтому ваше мнение очень важно. Как вы оцениваете мою работу о звучании? Как вам творчество автора? Я отвечаю на ваши комментарии каждому лично. Напомню, что большинство, абсолютное большинство аудиокниг выходят бесплатно. И живу я, и содержу свою маму-инвалида только на пожертвование слушателей или на поддержку отдельных целых больших аудиокниг меценатами. Поэтому номер телефона Плюс семь девятьсот один семьсот пятнадцать двадцать семь восемьдесят восемь. Он не только контактный, но и по номеру телефона можно перевести свою посильную поддержку на карточку Тинькофф или Сбербанк, или Яндекс.Банк, или Юмани. Номер для перевода, контактный телефон, Ватсап, он же и Телеграм, Плюс семь девятьсот один семьсот пятнадцать двадцать семь восемьдесят восемь. Суханову Константину Валерьевичу. Заранее огромное спасибо. Обнимаю всей душой. Для тех, кто живет за границей, но все же хочет поддержать творчество, существует платформа Бусти. Это одна из десяти платформ, где я даже чуть-чуть раньше, чем на остальных, публикую новинки. Платформа Бусти. Канал называется «Костя Суханов». Поддержать можно абсолютно из любой точки мира, несмотря ни на какие санкции. Еще раз заранее огромное спасибо. Отдельное огромное спасибо. С любовью моей супруги Майи Сухановой. Именно ее женские голоса вы слышите в некоторых моих аудиокнигах. Спасибо, любовь моя. Ну и для тех, кто не успел все-таки что-то записать, услышать, еще разок сейчас все повторю. Огромное спасибо, дорогие друзья. Новые проекты каждую неделю. С любовью и уважением к слушателю. Актер Костя Суханов. Дорогие слушатели. Слушать аудиокниги, скачивать их или смотреть эксклюзивные видео-версии аудиокниг можно совершенно бесплатно. Воспользовавшись любым из ресурсов, которые я для вас сейчас перечислю. Эти ресурсы являются официальными ресурсами, где аудиокниги выкладываю я Костя Суханов. Удобнее всего, наверное, слушать на телефоне, поэтому начну с телеграма. Там можно слушать аудиокниги с выключенным экраном у телефона и заниматься своими делами. Ну и, конечно, скачать их при желании. Появляется чуть-чуть попозже, чем на ютубе, но ютуб не вечен. Никто не знает, что с ним будет завтра. А телеграм никуда не пропадет. Обязательно подписывайтесь. Чтобы найти канал с бесплатными аудиокнигами в телеграм, достаточно в поиске телеграм ввести. Аудиокниги читает Костя Суханов. Это канал. Существует также беседка в телеграм, где 24 часа 7 дней в неделю я нахожусь на связи со слушателями. Очень теплая ламповая атмосфера присутствует. Называется чат «Беседка с актером Костей Сухановым». Добро пожаловать, хорошие люди. Найти меня и написать сообщение напрямую в телеграм. Никаких проблем. Плюс семь девятьсот один семьсот пятнадцать двадцать семь восемьдесят восемь. Ютуб. Канал называется «Актер Костя Суханов». Ресурс Бусти. Там зачастую аудиокниги появляются даже чуточку раньше. Этот ресурс очень немаловажен для людей, которые хотят поддержать выпуск аудиокниг, находясь за границей. Потому что донаты туда работают по всему миру. Просто в Бусти вбиваете «Костя Суханов». Там будет написано «Аудиокниги читает актер Костя Суханов». Черно-белая фотография с микрофоном и пальцем вверх – это мой лайк вам. Яндекс.Дзен. Канал называется «Аудиокниги читает актер Костя Суханов». Рутуб. Канал Костя Суханов. Группа в Одноклассниках. Называется «Аудиокниги читает актер Костя Суханов». Группа ВКонтакте. Называется просто «Аудиокниги». Если не найдете, просто напишите мне в WhatsApp или Telegram. Плюс семь девятьсот один семьсот пятнадцать двадцать семь восемьдесят восемь. Я пришлю ссылочки. Сайт «Акнига.орг». Сайт «Книга в ухе». Самые популярные специализированные сайты по аудиокнигам. Ищите исполнителя Константин Суханов. По вопросам рекламы, по вопросам эксклюзивных поздравлений для своих близких. Пишите или звоните. Номер телефона. Плюс семь девятьсот один семьсот пятнадцать двадцать семь восемьдесят восемь. Также этот номер привязан к Telegram и WhatsApp. Эти мессенджеры работают, и в них я зачастую отвечаю даже чаще. Потому что во время записи голосовой помощник частенько отвечает за меня. Не стесняйтесь, оставляйте ему свои сообщения, я их услышу. Аудиокниги бесплатны только лишь потому, что именно вы поддерживаете мое творчество. Это наше с вами совместное творчество. Самый простой способ поддержать это отправить финансовую поддержку по номеру телефона. Плюс семь девятьсот один семьсот пятнадцать двадцать семь восемьдесят восемь. Сбербанк, Тинькофф, Яндекс.Банк, Юмани. Или же если вы за границей, то через Бусти. Про Бусти уже говорил. Аудиокниги я записываю только для вас. Каждую темную, а самое главное тихую ночь. Всегда с любовью и уважением к слушателю. Актер Костя Суханов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...